После затянутого трехдневного отдыха в Караге, Берингия, наконец, выходит на старт до Тымлота. Впереди 70 километров нового для большинства каюров маршрута. Собачки отдохнули. Они, в принципе, вчера были готовы уже убегать. Видите, сегодня что творится, рвутся с места. Но сегодня будет еще интереснее. С точки зрения ветеринарии, этот день третий мне помог. Выявили несколько собачек, которые в азарте гонки скрывали, так скажем, свои проблемы. Поэтому у нас есть две собачки, дополнительно снятые. На дистанцию у каюров уходит в среднем пять часов. Погода, наконец, наладилась, и упряжки двигаются по свежему снегу, ярко светит солнце. Первым финиширует Андрей Семашкин, затем Олеся Каримова и Михаил Шелковин. Китап классный был. Ну, трасса такая моя. То есть вот такая полумягкая, полутвердая, такая средняя. Это наша такая домашняя трасса. Трасса была красивая, классная. Упала один раз. Да, там был такой подлесок, и был очень крутой поворот направо. И прям дерево стоялось. Ну, я просто не вписалась. Нормально. Собачки остановились. А? Что там? Мы потеряли бойца. В предыдущие годы Берингия добиралась до Тымлота вот по этому и участку побережья Берингового моря. Но в этом году от маршрута пришлось отказаться, так как береговой линии, по которой упряжки могут дойти по суше, практически нет. Вода подходит близко к скалам. Так что этим маршрутом сегодня добиралась только группа сопровождения. А каюры шли до Тымлота через Чайщий перевал. Главное, что сегодня не было снегоходов. Сегодня просто отдыхали, наслаждались природой. Ехали себе тихо. Просто вот своим ходом шли тихонечко. Никуда не гнали, не спешили. Вот здесь вот как-то вот так работают. Вот, ну, нельзя гнать. Ни в коем случае. Оно потом в какой-то момент сработает, ну, это не очень хорошо. Поэтому, да, сегодня даже вот так вот я с Мишей первый раз за всю группу. Так вот, друг друга пообгоняли. Андрея своего, я за него, ну, конечно, я за него болею. Больше, чем за себя. У меня это, как бы, положение такое стабильное, там, я расслабленная иду. А у лидеров-то там вообще минуты на минуте, там, и Андрей, как бы, последний этап в 130 километров, когда-то забазали него, дошли до Хараги. Он так порядком отстал, и у него там были проблемы. То есть, сегодня я так за него прям рада. Я считала все эти километры, минуты, смотрела, где же он есть. На финише в Тымлоте, предпоследнем пункте Берингии, самая крутая атмосфера. Кажется, что встречать нас вышел весь поселок. Все поют, танцуют, машут флажками, достаточно громко встречают упряжки, даже жгут костер. А еще я первый раз в Тымлоте, и меня впечатляет, какой потрясающий вид открывается отсюда на горы. А мы, вот клуб, работники клуба, они готовили концертную программу. Они оформляли полностью, видите, финиш, вот эти все, это культура наша. Мы, родовые общины, вот накрыли кухню вам и выставку сделали. Это родовые общины села Тымлот. Во время концерта жители Тымлота вручают каюрам памятные подарки и праздничный торт. Многие здесь встретят и проводят Берингию два раза. Местные планируют прокатиться и посмотреть финиш в Оссоре. Уже завтра каюры выходят на старт заключительного этапа.